Здесь в 8-й гимназии самый популярный экзамен сдавали 11-ти классники 16-й гимназии, выпускники первой вечерней школы и выпускники прошлых лет. Проинструктированы ребята задолго до дня ИКС, поэтому в руках только гелевые ручки и паспорта без обложек. Условия проведения ЕГЭ в этом году снова ужесточили, а потому вместе со сдающими волнуются и сами общественные наблюдатели, которым на этот раз прикрепили еще и федеральных наблюдателей. Для детей ничего не изменилось. Практически, ну, бланки поменялись. Для организаторов, конечно, это достаточно тяжело. Но только сравните, у нас 1748 выпускников и 1500 организаторов. То есть практически на каждого сдающего нашего выпускника один организатор. Экзамен по регламенту достаточно сложен. Федеральные общественные наблюдатели – это в основном студенты, в данном случае Ставропольского вуза. Их задача – находить спрятанные телефоны и шпаргалки, которые, несмотря ни на что, имеют место быть. Но что касается экзамена по русскому языку, то сочинцы традиционно сдают его хорошо. В прошлом году в городе оказалось 18 стобальников. При подготовке к ЕГЭ отмечают школьники. Все средства хороши. В ход идут и все известные приметы. В каждом пункте приема экзамена обязательно присутствие врача. В медкабинете запаслись успокоительными средствами. Обстановку накаливают и множество видеокамер. Инструктаж, глоток воды и впереди 3,5 часа. На то, чтобы вспомнить весь пройденный в школе материал. Ровно 10 часов вот пакет с экзаменационными материалами. Я при вас его вскрываю. Как известно, результаты ЕГЭ по русскому языку обязательны при поступлении в ВУЗы на каждое направление. Минимальное количество баллов для получения аттестата 24. Для высшего учебного заведения необходимо от 36 баллов. Если же выпускник получает результат ниже обязательного минимума по русскому языку или математике, то он может пересдать этот экзамен в этом же году в резервные дни. В случае несогласия с результатами ЕГЭ выпускник может подать и апелляцию. Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.